Ребят, я не могу, слишком много подписок, я не могу даже начать, будем ждать, будем ждать, можно конечно снова провернуть трюк с сыном обезьяны, то есть следующий подписавшийся сын обезьяны, но я боюсь, что это никого не остановит, ну все, пауза, наконец, я хотел бы извиниться, и вообще редко извиняюсь, наверное, это моя отрицательная черта, а вот и сын обезьяны подъехал, Максюша, извини, извини, но спасибо за подписку, да, я редко извиняюсь, наверное, именно поэтому у меня такое огромное количество хейтеров, хотя по сути я ничего плохого не делаю, жебаник, спасибо, спасибо, брат, спасибо за подписку, да, так вот, наверное, поэтому у меня столько хейтеров, завистников, людей, которые пишут обо мне гадости, потому что я зачастую иду против мнения большинства, зачастую говорю гадкие вещи какие-то, зачастую опускаю людей других, обижаю их всячески, там, видеоблогеров каких-то, могу забанить просто так, еще что-нибудь сделать, Максюша, ты ж был уже, но тем не менее, спасибо за подписку, может, люди обуз какой-то нашли, в общем, я хотел бы извиниться перед всеми этими людьми, Джека Сумрак, спасибо за подписку, хотел бы извиниться перед всеми, кого я так или иначе задел своим поведением, существованием и так далее, что меня натолкнуло на эту мысль, то, что вчера мне пришло письмо в личку на Твиче, где женщина пишет то, что ее вчера оскорбил мой эфир, казалось бы, вчера на эфире, да, не было ничего оскорбительного особо, в частности, ее покоробила часть эфира про Fallout 2, где я создал персонажа, точнее, мне наролился персонаж с интеллект, с ловкостью 1, и я сказал, что это инвалид ДЦПшник, и ну, я еще шутил, что если бы был интеллект 1, то это был бы даун, и всякие такие вещи говорил, и я не придавал им значения абсолютно, потому что, ну, не знаю, обычно в интернетах обозначение там ДЦПшник, оно про человека плохо играющего, про персонажа плохо играющего, плохо выглядящего, да, еще про что-то, но никак не в плане оскорбления людей с этой болезнью, и то же самое я и про Данов могу сказать, мне эта женщина написала, что у нее сын Даун, и при этом он платвар, спасибо за подписку, и при этом, несмотря ни на что, он смотрит мои стримы, также он является, ее сын Даун является большим поклонником Шустрилы, спасибо за подписку, Сонг Манчик, спасибо, является большим поклонником Шустрилы, Куплинова, Хованского, и еще некоторых видеоблогеров, вот, и его, его болезнь не мешает ему понимать, что происходит, смотреть и так далее, и так как она постоянно на лечение с ним ездит, да, в разные санатории и так далее, постоянно курсы какие-то проходят, чтобы сделать его нормальным человеком, ну, насколько это возможно, да, чтобы он адаптировался к обществу, то она там встречает и детей больных ДЦП, и она мне объяснила, что это совершенно не смешно, Рипчик, один, спасибо за подписку, вот, и я действительно задумался, что я зачастую говорю слова, последствия которых я даже осознавать не могу, то есть я могу оскорбить людей, там, обидеть своего какого-то коллегу по цеху, там, слухи какие-то распустить, еще что-то такое сделать, и наверняка это выглядит отвратительно, то есть когда-то в интернете, ну, меня, может быть, не любили только за излишнюю матершинность, то есть воротили от меня нос люди, которые так называемые не быдло, да, все остальные ко мне относились более-менее нормально, а сейчас ситуация полностью изменилась, и вот эта женщина, которая написала это письмо, я не буду его показывать полностью, потому что там много личного, много боли, через которые она прошла, и я не хотел бы делиться этим, да, потому что там информация к моему, для меня, для моего, как бы, размышления, но я хочу принести извинения за все те вещи, которые я наговорил, не только в адрес инвалидов, возможно, да, потому что, ну, я никогда не думал, не позиционировал свои слова, как ведро патронов, спасибо за подписку, я никогда не позиционировал свои слова именно как попытку оскорбить, попытку оскорбить именно инвалидов, потому что я вообще не в этом, не в этом разрезе употреблял эти фразочки, там, и так далее, никогда не хотел смеяться над этим, и никогда действительно не задумался, через что людям приходится проходить, и сейчас, когда я вдруг осознал, когда это оказалось ближе, чем я думал, то есть, наверняка среди тех, кто смотрит мои стримы, есть люди, которых действительно задевали мои слова, у кого-то, возможно, родственники болеют там, или еще что-то в этом роде, и я просто действительно хочу абсолютно искренне принести извинения, и передать привет этому мальчику, который, может быть, и сейчас смотрит меня, он молодец, и я желаю ему, полноценной жизни, и, кстати, к письму, к этому сообщению была, была приложена его картина, которую он нарисовал для меня, сейчас я найду, куда я ее сохранил, там было небольшое письмо, которое он мне написал, была картина, которую он нарисовал для меня, мама мальчика прикрепила, вот оно, вот оно, это сообщение, он написал, спасибо за творчество, я твой фанат с детства, а еще я люблю Ведьмака 3, Fallout 3, Skyrim и Life is Strange, когда новый обзор и рисунок, на котором я изображен, вот, так что, блин, это на самом деле больно думать об этом, никому не желаю ничего подобного, так что, уважаемые дауны и прочие люди, которые меня смотрят, я извиняюсь перед вами, и перед всеми, кого я забанил просто так, то даунами не является, возможно, и никогда ничего подобного я в виду не имел, ребят, никогда ничего подобного, так что давайте не будем акцентировать на это внимание, не надо мне писать дебильные письма, пожалуйста, вы должны прекрасно понимать о том, что я имею в виду, когда я шучу, когда прикалываюсь, и никогда я не позволю себе всерьез оскорблять кого-то на расовой почве или там на почве каких-то, меня просто выбесило это на самом деле, ну, я пошутил, просто сообщение от идиота какого-то было очередного, и вообще в последнее время вижу очень много хейта, ну, не то, что неоправданного, наверное, да, я не самый добрый и отзывчивый человек в интернетах, но совсем какой-то идиотизм, вот как стримы стали более-менее популярными, иногда такой идиотизм творится, мне просто иногда хочется ладонью голову себе разбить, когда я вижу, что люди пишут, ну да ладно, это очень трогательно, да, очень трогательно, но я надеюсь, люди поняли мой посыл и перестанут страдать хернёй, и возможно, я вообще хочу поменьше внимания к своей персоне, и... ну ладно, неважно. Привет всем, привет всем. Так, что ж, чего сегодня будем делать, давайте решим, что хотите, давайте, давайте, что хотите, парни. Мне всё равно, сегодня надо убить время, потому что завтра в шесть мы начинаем фалач, а сегодня делать вообще нечего. Давайте, давайте. Ты сексиста оскорбляешь карликов? Нет. Нет, я уважаю женщин, я уважаю карликов, уважаю великанов, я всех уважаю безмерно, если люди не понимают юмора, то это их проблема. Fallout 2, FIFA, Fallout 3, я проходил Fallout 3, 50 часов стримов. Layers of Fear, Bloodborne, New Vegas, Eurotrack, FIFA. Давайте с FIFA начнём, давайте паки пооткрываем, а если там есть дорогие паки, я прям сейчас их открою, может попробую драфт сыграть или что-нибудь типа того. Сейчас с геймпадом схожу. Я знаю, что FIFA не всем интересна, но она недолго будет, это как бы разогрев. New Vegas, New Vegas, Fallout 2, нормальный билдом. Я думал, я думал о том, чтобы, короче, сегодня сделать билд, наоборот, который выносит всех, сходить взять гауссовку и просто таким смерчем пройтись по пустошам. Всех, кто меня вчера обижал, просто накуканно садить, взять гауссовку, 400 патронов, вернуться в самый первый город и просто навести порядок настоящий, как это сделал бы Hefe. Как это сделал бы Ash из Evil Dead. Так, давайте, короче, паки пооткрываем, реально что-то у меня настроение под паки. Но это недолго будет, кто FIFA не переваривает, можете не переживать. Может, он умер? Хорошо. Там кот уснул, высунув язык. Darkness 2, там часов шесть. Но шесть часов это идеальная игра для прохождения за один стрим. Я вообще думал, в колде пару миссий пройти, на самом деле. Анимация подписки, где я отключал, сейчас перезапущу. Sorry, если ваша не высветилась, то простите, простите, парни. Надеюсь, что следующая ваша подписка высветится. Донат не пришел. Я проверю все, ребят. Все проверю, не переживайте. Сейчас все гляну. Извиняюсь, я по-прежнему немного болею, уже не так сильно, но тем не менее мне приходится откашливаться. Так, донат, 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 донут, донут. Кстати, донейшн алертс вам не работает, если вы про него. Так, Flaffy Mazi. Я на второй фалач подписывался полгода назад, когда Кейт Клэп на ЛДС челлендж проходила. Спасибо, Flaffy Mazi. Спасибо за 180 рублей, я помню твою подписку. Call of War. Не хочу, не хочу. Хоррор после FIFA. Давайте Layers of Fear. Давайте Layers of Fear после FIFA. Как вам такой план? Хотите Layers of Fear? Но я без вебки, правда, как бы, поэтому... Хотя, может быть, я... Давайте-то, короче, паки пооткрываю, а потом схожу голову помою, запущу веб-камеру, возможно. Не знаю, если Ксюша ее найдет. И посидим Layers of Fear, попроходим. У меня вроде прошла простуда на губе, во всяком случае она не так бросается теперь в глаза. Так. Тут критические обновления. Войдите в сеть. Почему я не в сети? Ну, обновляем консоль пока. Очередное дебильное обновление. Из моих друзей уже некоторые поиграли в... Кстати, в... Как его? В Fallout 4. Но Петя Сальников просто в восторге. Ничего другого и не ожидалось. Но я его мнение вообще не слушаю по отношению к Fallout после статьи про старые классические фалачи, где он сказал, что у них физически невозможно играть там. И что он мечтал в 12 лет играть с видом из лица. Вот. А Юра Михайлов написал, что большего говна в жизни не видел. Мне в личку сегодня. То есть, сказал, что музыка из Sims, игра ужасная. Рубик Обжарян, спасибо за подписку. Не так ощущаешь, что мне один и тот же человек подписывался. Рубик, ты разве в этом месяце не подписывался? Дмитрий Пучков недавно ответил на вопрос твоего фана, который сказал, что типа говорил, что фильм 28 панфилосов, разводил его на деньги, никого в фильме не будет. Пучков назвал тебя малолетним дебилом. Короче, так тебя фаны дискредитируют за рамками твоей деятельности. Мой фан все правильно абсолютно сделал. Он указал тупому старому псу на место. И он молодец. Все правильно абсолютно сделал. А Пучков может гавкать все что угодно, потому что фильм обещали еще два года назад. А в ноябре, когда говорили, что он точно выйдет, перенесли его на следующий ноябрь. То есть, что будет через год вообще неизвестно, поэтому абсолютно правильное действие. Макнули старолетнего дебила, я перефразирую его фразу, в какашку, в которую он вляпался, связавшись с шальопой. Так что это абсолютно правильно. И можете Пучкову так и передать, что вот я его на своем стриме, его назвал дебилом. А где он меня там дебилом называет, мне вообще безразлично. Потому что... Когда выйдет фильм, тогда давайте посмотрим его. Билл Гримм, спасибо за подписку. Я просто... Я просто подробнейшим образом разобрал, почему этого фильма долго еще не будет. Когда-то, естественно, он выйдет, потому что просто в это дерьмо вписались Гейджин, и они, ну, явно что-то спросят в итоге, и что-то придется выпускать. Но это будет полнейшая клоунада, я в этом 100% уверен. На то, как все сейчас протекает. Это просто куча лохов, разведенных на деньги. Ж...